сегодня такой отличный день чтобы сделать ринопластику всем привет меня зовут таня dark princess и сейчас вы увидите мой мини-фильм не о ринопластике об исполнении мечты уже через четыре дня я полечу в ереван я очень надеюсь что мне не откажут в этот раз потому что 4 отказ не очень хочется получать сразу хочу вам сказать что ринопластику я делаю не по бартеру потому что вдруг кого-то возникнут вопросы нет я плачу свои деньги кстати я сейчас снимаю видео на фоне своей доски желаний и там наверное раз 30 написано сделать ринопластику сделать ринопластику уже все мои мечты практически сбылись а вот ринопластика еще с таким пустым кружочком куда очень хочется поставить галочку что ж запомните мне такой хотя лучше не запоминать потому что у меня тут знаете не нос и какая-то американская горка типа раз-два ужас каждый раз я думаю что может быть правда не стоит может быть я перерасту это и годам к 30 я уже забью на этот комплекс и у меня будут вообще другие проблемы но в то же время я понимаю что мне некомфортно жить с этим носом я не чувствую себя уверенно хочется сделать эту операцию и словно забыть о всем что происходило до этого как страшный сон я уже приехала в минводы меня провожает моя мама пытается в надежде меня отговорить чтобы я не делала себе нос точно точно я в этом видео буду все время без макияжа поэтому я думаю привыкнуть вот покажи свой нос я уверена что я приемная маленький аккуратный в кого у меня так маленько провожать меня ты будешь скучать да и нет пусть пусть летит это последний раз когда ты меня видишь все таня путешественница прилетела в ереван заселилась в отель сейчас я вам покажу свой номер в принципе выглядит очень даже клёво так что сейчас я буду разбирать вещи и завтра в 10 утра у меня анализы да так мой видео дневник продолжается сегодня 6 ноября просто посмотрите вот на это в общем сейчас я поеду в больницу и мне уже сразу нужно будет заплатить за все анализы и скорее всего я сразу же заплачу за операцию она даже нормально не умещается капец он не закрывается просто посмотрите вот на это все давайте я поеду уже в больницу я приехала в больницу она очень большая офигеть я всегда боялась этой штуки мне начинается клаустрофобия кровь я кстати уже сдала потом все расскажу вы офигеете просто все можете меня поздравить я все сдала кстати это сейчас будет очень странно потому что у меня взяли кровь с первого раза то есть в ставрополе у меня кровь не могли взять час мне сделали 10 дырок в обеих руках а тут просто я не успела испугаться у меня уже вторую пробирку набирают в общем я в шоке что же я уже вернулась в отель из больницы сдала вообще все анализы для операции вообще все супер быстро было в ставрополе я все анализы сдавала кажется несколько дней потому что то очереди то врача подходящего нет то что то еще также я сегодня случайно абсолютно встретилась со своим хирургом я просто пришла сдавать анализы а в кабинете сидел он и как бы у нас на завтра назначена консультация с ним а он просто такой подходит ко мне вот так вот берет меня за нос смотрит и говорит где вы получили горбинку я все время знала что это не врожденная горбинка я говорила это своей маме что у меня не было горбинки в детстве я это хорошо помню она такая нет ты просто не знаешь у всех деток маленькие носы нет я говорил это своей маме и вот хирург мне сказал что типа это не врожденная горбинка вот что вы ее получили либо была какая-то травма либо вас кто-то ударил я даже знаю кто вот поэтому горбинка у меня не врожденная также он сказал что у меня толстая кожа и также хирург сказал что нос у меня достаточно объемный а то я сама это не знала хотя знаете когда я с ним разговаривала и я просто смотрела на него и улыбалась и в основном говорил только он потому что я как будто звезду какую-то встретила я всегда видела его только на фотографиях на видео и тут бац он передо мной он трогает мой нос я вообще просто сидела такая как дура какая-то так же он мне сказал что он сделает мне внимание нос который будет подходить под мои черты лица просто я этого очень сильно боялась что вдруг нос будет каким-то слишком вытянутым или слишком поднятым слишком каким-то маленьким узким и не будет мне уже подходить он сказал что все окей и реально просто сидела расплывалась в улыбке у меня такое счастливое лицо было не надо так тупо наверно выглядела со стороны это как господи я согласна делать если что хотите и он такой типа ну в принципе я вас уже осмотрел и завтра можете не приходить а вот послезавтра будьте добры на операцию я такая конечно господи еще целый день еще целые сутки как я проживу эти сутки господи я хочу чтобы уже поскорее поскорее завтра последний день с моим носом я попрощалась с ним еще год назад я просто считаю часы до операции я до сих пор думаю что это сон я не верю что у меня операция послезавтра я в шоке все я сейчас стою около операционной уже поговорила с анестезиологом сейчас стою к хирургу хочу спросить насчет платной палаты мне сказали снять маникюр вот сердечко-то забилось ребят я думала что я супер спокойно но нет вот такая больница все на армянском здесь даже вот видите по английски вообще ничего нет то есть даже не знаю что это за палата врач считаем денежки да в общем у нас завтра с ревик вместе операции мы уже познакомились и сейчас нам сказали заплатить за ринопластику вот такой вот котлеткой ревик считает деньги покажи хоть до вот я с тобой буду так мы хотим красивый ровный носик мне кажется что мы с ревик будем в одной палате еще лежать потому что вместе но тебе кстати больше повезло потому что ревик первое вот на операцию в 8 утра а я буду в 12 а в общем медсестра сказала нам снять маникюр я делала маникюр новый вот так же сказали не кушать после восьми вечера не сказали приходить с вот таким вот пучком на голове сегодня такой отличный день чтобы сделать ринопластику что ж доброе утро сегодня 8 ноября день икс как говорится и я в шоке со своей реакцией со своего спокойствия потому что я слишком спокойная вот прям это вообще не похоже на меня начнем с того что я очень хорошо спала серьезно я спала как убитая хотя это не совсем подходящее слово в данном контексте спала как младенец вот я боялась что я не смогу долго уснуть что мне будут сниться кошмары что я буду постоянно просыпаться в поте лица но нет вот серьезно я так сладко спала проснулась без будильника вообще на самом деле я часто просыпаюсь без будильника я не любитель поспать не понимаю людей которые спят знаете типа до двенадцати там до двух часов дня но это слишком я всегда просыпаюсь рано я сегодня встала в 6 утра по ереванскому времени хотя будильник у меня вообще был на 8 утра потому что я подумала ну вдруг я буду плохо спать и вот пускай я лучше высплюсь но я и так выспалась все хорошо я уже даже успела немного поработать утром посмотрела серию сериала в общем да привела себя в порядок сходила в душ потому что ближайшую неделю мне кажется душ просто не светит потому что после операции обычно нельзя не купаться мыть голову тем более поэтому я позаботилась об этом заранее и еще в Ставрополе я сделала себе гофре сегодня уже четвертый день как я не мою голову и моя голова выглядит вполне себе адекватно но то что я такая спокойная это вообще жесть конечно я просто сама себя не узнаю потому что я обычно во всех таких ситуациях тем более блин операция да такой важный для меня день а я не знаю как будто ничего не чувствую ну в том плане что я слишком спокойная хотя обычно в таких ситуациях я супер эмоциональная я супер паникерша почему то я думала что в день операции я вообще буду трястись я буду плакать буду лезть на стену от страха хотя у меня есть логическое объяснение моему спокойствию обычно говорят меньше знаешь крепче спишь я с этим абсолютно не согласна потому что наоборот когда я мало знаю я очень сильно переживаю накручиваю себя придумываю что-то новое и еще больше пугаю сама себя а когда ты знаешь все ты не боишься потому что неизвестность пугает каждого человека а когда ты знаешь что с тобой будет происходить знаешь хирурга короче ребят знание сила и с этим утверждением я полностью согласна если вы знаете что с вами будет происходить вообще что это за операция как она делается то вы будете так же спокойны как и я сегодня я правда не ожидала от себя такой реакции вы наверно зашли на это видео чтобы увидеть хлеба и зрелищ но мне кажется что вы их особо не увидите потому что я сама не ожидала от себя такой реакции что я буду просто нереально спокойно просто за весь этот год моей подготовки к ринопластике я ознакомилась с таким большим количеством информации об этой операции что мне кажется если я сейчас пойду получать медицинское образование то я могу сама спокойно уже делать ринопластику потому что я знаю как делается операция и хочу вам сказать что она вообще не сложная вот серьезно ринопластика слишком сильно переоценена во всех смыслах этого слова потому что люди боятся ринопластики плюс высокая цена блин в москве ринопластика вообще стоит извините 400 тысяч это ну это очень дорого ринопластика правда не сложная операция потому что хирург никуда глубоко заходить не будет все делается на поверхности он сделает небольшой разрез вот здесь слегка приподнимет ваш нос и уже будет работать там то есть он никуда залезать вам во внутрь не будет вот чисто на поверхности вся работа я очень надеюсь что из моей картофелины получится просто офигенный бэйби нос да я хочу себе бэйби нос все я побежала так что встретимся уже в больнице ну вот собрала все вещи прибралась в номере вот кровать еще застелила что ж я уже в больнице сейчас кстати когда ехала в такси был очень забавный момент я что-то ушла в свои мысли думаю смотрю в окно и таксист говорит а вы к нам на операцию я говорю да он говорит а чего тогда нос повесили я говорю как тут не повесишь нос когда ринопластика на носу обожаю свой чувство лимора кстати о ревик уже на ринопластике я уже узнала вот а я буду ждать слава богу что я поймала вайфай в больнице я очень часто здесь слышу что я похожа на армянку вот в больнице нашла журнал армянка вот ну не знаю это больше похоже на фотошопленную версию меня но в жизни мне кажется вообще ничего общего жду очередь ну что вот моя палата мне дали пижамку и вот такой вот браслет сказали не снимать его пока я не выпишусь из больницы ну здесь пункт какой-то здесь еще 4 девочки все я заселилась в палату вот я в руках держу уже свою пижаму ну что как вам мой лучок эту пижамку я покупала еще для своей первой ринопластики в которой мне отказали вот брала ее в Эчендеме пижамка обязательно должна быть на пуговичках или на молнии чтобы вот здесь она расстегивалась штанишки вот такие вот мне здесь дали потому что у меня нет штанишек но под низ я подделаю велосипедки чтобы наверняка мне не было холодно вот такой у нас тут душ мы тут с девочками уже подружились все находим друг друга инстаграма все уже после ринопластики я одна особенная самая последняя тут ко всем приходят все с семьей приходят братья сестры друзья как я и немного грустно осознавать что ко мне вообще никто не придет я вообще не переживаю не волнуюсь я просто хочу чтобы уже поскорее все это случилось потому что я хочу есть вот начинает немного болеть живот а еще я боюсь что мне как-то трубку просунут что у меня будет болеть горло ну что примечки очень тяжело дышать ртом когда пьешь я боюсь все время что задыхнусь потому что не могу дышать я тут катетер и вообще не боялась я уже вижу что он меньше чем был очень хочу спать четвертый раз да? это уже пятый меня вырвало уже пять раз все все мальчик видишь по 10 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 6 5 6 5 я вообще не могу есть Я даже не могу сама сходить в туалет Как только я встаю с кровати, я сразу начинаю падать Очень сильно кружится голова Мне больно разговаривать Болят зубы Капец, просто я не ожидала, что будет так плохо Слезы текут очень сильно Надо поесть, а я не могу Меня сразу рвет Тут все говорят на армянском Сейчас уже 10 вечера Меня привезли в 5.30 Меня сейчас будут колоть, потому что мне очень плохо Я надеюсь, что завтра будет лучше Я просто реально как овощ какой-то Ничего не могу сама Очень плохое состояние Глаза уже опухли от того, что слезы постоянно текут Там лежит релик Мы в палате вместе И еще одна девочка Мне только что сделали Супер болючий укол от температуры Я не помню, какая температура у меня уже Я знаю, что мне очень плохо Вот Я не могу поесть Потому что меня сразу рвет Это пакет для работы Он уже полностью полный Нам сказали, что нужно съесть банан, булочку и только потом йогурт, чтобы не вырвать В итоге я ничего не смогла съесть, меня сразу вырвало Возможно я не очень четко разговариваю, потому что мешает эта штука Она вся в крови, ее нужно очень часто менять Сейчас мне будут менять Красота требует жертву Что? Я ничего не смогла съесть, меня сразу вырвало Я начинаю есть банан, рвет Начинаю есть булочку, тоже рвет И с йогуртом та же сама история Я не думала, что мне так плохо будет Я завидую ей, я тоже хочу спать А еще я хочу в туалет Но одна не смогу сходить Как только я поднимаюсь, даже чтобы сесть У меня сразу как будто меня по голове ударили Очень-очень сильно И не могу идти Меня всегда в туалет сопровождают либо девочки другие, которые уже давно сделали операцию Либо медсестры Что я могу сказать по этому поводу? Ринопластика-то уже на носу Я даже в дерьмовом состоянии не перестаю очень тупо шутить Я всегда так шучу Кстати, это странно, но я помню вообще все Я помню, как меня положили на операционный стол Я вообще не боялась Но перед тем, как положить на стол Я еще сидела в такой маленькой комнатке перед операцией То есть вот там операционная А я сижу в такой маленькой комнатке, где врачи моют руки Достают всякие штуки там для операции Вот, я там сидела, ждала хирурга Вот, со всеми там подружилась, как всегда Мы там сидели, шутили Меня все успокаивают, говорят Ты не бойся, типа, все будет хорошо Я такая сижу, а я и не боюсь Потому что я-то знаю, что сейчас будет происходить И знание реально сила Если что, у меня глаза опухшие и мокрые Не потому что я сама по себе плачу Нет, я не плачу вообще Я, окей, несмотря на то, что я как овощ Все хорошо Просто когда вы делаете ренопластику То затрагиваются слезные каналы И поэтому очень сильно текут слезы Я надеюсь, что я скоро усну Потому что Ревик уже спит Счастливая Редактор субтитров А.Семкин Смотрите, какая я красотка Второй день после операции Я чуть-чуть могу говорить Губы очень сильно опухли Меня как будто пчелы покусали Сейчас принесли йогурт Он по типу, как кефир Пью лекарства Много сплю Вообще не хочется ничего делать Только спать Завтра сказали с него трудно Наконец-то Сейчас покушу йогурт И буду снова спать Сегодня третий день После ренопластики Я еще сильнее опухла Но я хотя бы чуть-чуть могу разговаривать Не то, что вчера Я выпила ибуклин Это единственное, что мне помогает сейчас А те лекарства, которые они дают Они мне не помогают Ибуклин я из России с собой привезла Вообще сегодняшний день Я ждала больше всего Как и все девочки Потому что сегодня нам снимут Эти штуки Тампоны Блин, капец Я вообще не могу даже видео записывать В таком состоянии Нам все врачи говорят, что нам нужно гулять А то мы все время лежим Я то и делаю, что сплю Потому что, когда я сплю Я не так плохо себя чувствую Сегодня утром температура Хотя бы поменьше была 37,4 А вчера вечером поздно Была 38,4 Смотрите, какие классные у меня тени Мы тут с Ревик Гуляем Мы, кстати, с тобой примерно одинаково опухли У тебя Вот это у меня просто ужас Камец Покажи, если тебе получается Вот тут орел такой, вот как у меня Глаза Это жестко, конечно А я до какого-то этого Какого-то зимода Мы пришли в эту Заду ожидания Здесь подорамные окна Я больше всего жду, когда нам снимут тампоны Потому что очень сложно и дышать И говорить И есть Только ртом Я в первый день даже чуть не задохнулась Когда начала пить воду Где мои скулы? Где-то Я с таким лицом ходила Никто бы со мной не захотел Ни знакомиться Ни общаться Вот это мы красотки, конечно Я вообще свое лицо не узнаю Как будто это не я Меня постоянно бросает Топ жар, топ холод Это жесть какая-то Нет, я знаю, на кого я похожа Я похожа на Гарри Поттера Из Даров Смерти Первая часть Когда Гермиона Сделала Жалющее заклинание Это не Левио Саа Это Левио Сааа Вот Как будто меня Пчелы покушали Я вам не советую Делать ринопластику С нарощенными ресницами Потому что они очень сильно мешают На конец-то Идем снимать Тампоны Волога не крушится у тебя Чуть-чуть Ну я могу идти Все хорошо Да Какая я красотка Мне сняли часть Тампонов Тут вообще жесть какая-то Вот такое вот масло Персиковое Нужно два раза в день Закапывать дозры Завтра мне должны вытащить уже Все тампоны Сейчас мне принесут немесил Потому что мне стало плохо Очень По ощущениям Как будто меня Сильно ударили по голове Чем-то очень тяжелым Вот здесь вот Капец Я вообще свое лицо не узнаю У меня даже разрез глаз изменился Слезы не перестают течь Губы очень сильно текли Внутри Сегодня четвертый день После ринопластики Чувствую я себя не лучше Температура подскочила опять Меня переселили в платную палату Она ничем не отличается От бесплатной Только тем Что я здесь одна Хотя мне в бесплатной Больше нравилось Потому что там Хоть с кем-то поговорить можно Вот Тут уже мои вещи Там мои лекарства Вот Ну и вид из окна Покрасивее Чем там Я сегодня Вот такой вот хомяк Синяк уже становится Желтеньким Вот Сегодня очень плохо спала Постоянно просыпалась Из-за того, что В горле очень сухо Я же ртом дышу И казалось, как будто Мне песка насыпали в горло Вот такое ощущение было Очень неприятно Постоянно просыпалась Насквозь мокрая Вся постель мокрая Вся одежда мокрая Как будто я Не знаю В море Окунулась Вот Было очень холодно Из-за этого Я вот думаю Если я когда-нибудь Захочу себе что-то еще сделать Я миллион раз подумаю Хочу ли я снова пережить Этот постоперационный период А вот так выглядит Мое лечение Сейчас Персиковым маслом И вот этими каплями Я капаю нос Капать нужно очень часто Через каждые 2-3 часа Гели-блеотон Я мажу свое лицо Чтобы отек Побыстрее сходил Ну Это повязки Их нужно очень часто менять Вот И таблетки Тоже их пью каждый день Это какое-то обезболивающее Которое мне вообще не помогает Плачу от боли Очень плохо Я думала, что На четвертый день Мне станет лучше Да нет Болят уши Зубы Голова сильно болит У них нет и муклина А то, что они мне дают Всякие лекарства Обезболивающие Это вообще не помогает Я сегодня какой-то квадрат Отек спустился вниз Сначала у меня вот здесь был такой ореол Надутый лоб Теперь у меня надутый щеки Сегодня мне должны снять вторую часть Тамбонов И завтра их снимут окончательно Мне сейчас вообще не помогают Никакие обезболивающие У меня очень сильно болят уши Зубы Голова и нос Я разговариваю как Убственно отсталая какая-то Это вообще жесть просто Я не знаю Меня убивает это состояние Голова раскалывается Я в своей жизни Никогда не испытывала Более адской боли Чем ушная и зубная Потому что когда я застудила ухо Я плакала от боли Я на стены лезла Потому что было очень больно Вот именно вот эта вот часть Уши, зубы, голова Это же все взаимосвязано И это болело так Как будто у меня мозги плавились Но сейчас боль в разы хуже Потому что очень сильно болит голова Еще бонусом таким болит нос Я вот когда просто дотрагиваюсь слегка до пипочки Я чувствую нос И он болит У меня во рту появились какие-то болячки Мне кажется, что это из-за отека Губы увеличились И я это делаю зубами Но это мне так кажется Меня как будто сюда топором Очень жестко долбили По голове очень болит Поскорее бы уже прийти в себя Встать на ноги В платной палате кормят Точно так же, как и в бесплатной Принесли суп На завтрак была овсянка Наконец-то мне еще отрезали тампоны Я думаю, по моим глазам видно Что это не самое приятное Это просто тот момент Когда ты лежишь И ты никак не можешь повлиять на ситуацию Ты просто плачешь от боли Потому что это очень неприятно Я, кстати, спросила сейчас у врача Насчет губы Почему у меня вот тут вот болячки Мне сказали, что это все-таки из-за отека Что он давит на губы И вот поэтому Такие болячки Но это тоже пройдет, когда пройдет отек Всем привет Сегодня Пятый день после операции Я такая убитая Потому что мне только что снимали Тампоны Это адская боль Как будто тебе вытаскивают мозги через нос Я вам не снимала этот процесс Потому что это не для слабонервных Даже если показывать видео без картинки Просто звук То звук тоже не для слабонервных Потому что я кричала, как резаная Хотя я, в принципе, и так ведь резаная Очень больно Просто нереально Мне кажется, что такую процедуру Как снятие тампонов Обязательно должны проводить Под хотя бы местной анестезией Потому что так больно Ребят, может быть я такая чувствительная Я не знаю Господи Это просто кошмар Я плакала от боли опять У меня сегодня Температура У меня сегодня утром опять Температура была 38,2 Но мне сказали, что сегодня Температуры уже не будет После снятия Турон Мне дали новые лекарства Аквалор, СНУП и Полидекса Ко мне наконец-то заходил хирург Все это время заходили другие врачи Они меня смотрели, медсестры Но сегодня зашел именно хирург И он мне сказал, что нужно очень много пить Кушать, гулять Ну в общем, все как и всегда Мне сказали, что я могу уже уехать в отель Хотя я очень боюсь уезжать из больницы Потому что если бы я была с кем-то Без проблем Я бы уже давно уехала Но Когда ты один И за тобой некому присмотреть Я просто боюсь, что мне резко может стать плохо И я упаду И вот никто мне не поможет Этот глаз вообще, по сути, не пострадал У меня вот только вот здесь много синяков И также мои щелки Вот как будто я от бабули приехала Я хотела поделиться с вами супер радостной новостью Просто послушайте Это просто непередаваемые ощущения В общем, сейчас я делала просто невероятно смертельный номер Мне было очень страшно это делать Извините за подробности, сразу скажу И я очень надеюсь, что вы сейчас не кушаете Хотя, ну, это естественно Это все делают Давайте еще скажите, что вы не ковыряетесь в носу Я совсем слегка вот засунула ноготь И я отодвинула корочки Вот эти вот все, кровь там засохшая И я словно пробила плотину Потому что Как пошел воздух такими струями Я ж не ожидала Столько воздуха сразу к мозгу прилило Вообще, я в шоке просто Шестой день после операции Я наконец-то помою голову Подписывай Просто посмотрите, какая я красотка Капец, я даже забыла, что у меня настолько длинные волосы Для счастья многого не надо Просто помыть голову В общем, я только что вернулась из салона Он находится прямо вот около больницы То есть вот вы выходите Вот выход из больницы И сразу же салон Вот я даже не ожидала, что он так близко Мы шли минуту И знаете, сколько это стоило? Я просто в шоке 2000 грамм Это 260 российских рублей Офигеть Просто офигеть Блин, они такие длинные Такие чистые Ооо О, господи Я не могу перестать это делать Кстати, сегодня был такой тупой и неловкий момент Я просто вся покраснела Потому что ко мне заходит мой врач И он говорит Мы смотрели твое видео с хирургом И я такая Какое видео? Ну я поняла сразу, какое видео Но я все равно спросила Типа, какое видео? И он говорит Типа, то самое Про отказ в ринопластике И я просто такая О, боже мой В общем, хирурги из Еревана Очень жестко поржали с того Что мне отказали хирурги Из-за моих вен Потому что Мне здесь говорят Что вены у меня хорошие Все окей Операцию можно делать И также они посмеялись С того, что хирурги в Ставрополе Сказали, что я очень слабая И что я не выживу после наркоза Вот как можно такое человеку говорить Который мечтает о ринопластике Типа, вы не выживете Так, шивы мне снимают через Через пять дней Вот Сегодня тринадцатое Мне снимают восемнадцатого Потому что шивы снимаются На десятый день после операции А операция у меня была восьмого Так что мне снимут и шивы И гипс А всю эту неделю я, наверное, буду Чилить здесь Я не знаю Ну просто Правда не вижу смысла Переезжать уже в отель Типа, зачем? Я буду там делать все то же самое И комната стоит столько же Я уже смотрела Вот Я безумно счастлива И сейчас я уже просто отдыхаю Вот Потому что все эти дни я умирала А сейчас я отдыхаю Смотрю сериалы Так что Да, все клево Я очень рада Все, буду я спать Сегодня 14 ноября И я сегодня ничего не снимала Потому что Единственное, что произошло За целый день Это мне сделали чистку носа Мне промывали нос Достали какой-то Мини-пылесос для носа И засовывали его в ноздри Там доставали всякие корочки Ну Эта процедура не была болезненной Просто временами я задыхалась Просто от воды Потому что мне туда Типа как душ такой Запускали в нос И я боялась, что я задохнусь Вот Но это было не больно А сейчас Я кушаю гречку Вот С котлеткой Это нам дали Не в больнице Нет Мне на ужин снова дали мацун Я уже устала его есть И поэтому я пошла в столовую Которая находится Прям в этой больнице То есть Здесь на первом этаже Есть Как Кафе Вот Магазин А на втором этаже Столовая И я всегда покупала Все на первом этаже Но сегодня Вот в столовую пошла И купила там Гречку с котлеткой Вот Хоть какое-то разнообразие В моем рационе Кстати Гипс вообще Спокойно отходит Я могу его сама снять Потому что Отек с лица спал И соответственно Гипс вообще Легко Держится Я за него даже Немного переживаю Но я его не трогаю Я уже безумно Скучаю по дому Мне здесь немного Одиноко Хочется с кем-нибудь Поговорить А особо не с кем Вот Здесь конечно Все очень классно Я уже подружилась Почти со всеми Медсестрами Со всеми врачами Но Хочется просто Уже Домой Я просто Не могу поверить Что В Ереване Нашлась моя подписчица Мы даже в одной палате Живы Меня окружают Только самые хорошие люди На этой планете Я только что Привезли Сейчас я буду Гуле Показывать ее нос Потому что Хирург уже выложил И мне Не терпится Уйти ее эмоции Потому что Мне хотелось Чтобы меня тоже записали Так Ты готова? Я тебе дам телефон Ты сможешь держать его в руке? Так Все Нажимай на последнее видео Это ты Йе-хоу Нравится? Это самое большое счастье Мы этого достойны Да Это слезы счастья Ооо Ну не плакай Ты что? Я тоже Когда увидела Расплакалась Это Это неописуемое счастье Это Мы были красивые Сейчас будем Самые красивые Я сейчас тоже буду плакать Ну хватит Наши нас Ты самые счастливые Мы этого так хотели Да Я это видео Кстати Раз в 50 Пересмотрела Вот Такой аккуратненький Вот Ура Без горбинки Салют Новый год Не в Новый год А сейчас Спасибо огромное Это хирургу нужно говорить Спасибо огромное У нас не хирург У нас бог Да У нас бог Армен Эдуардович Бог Блин Ну это очень красиво Вот это мой носик Я уже раз реально Миллион Пересмотрела Свои видео Давай ручку Не бойся Я с тобой Теперь Буду за тобой Ухаживать Спасибо Я теперь за всеми девочками Буду присматривать Раз я себя хорошо чувствую Теперь уже Добро Всегда возвращается В общем Держу им Держу им лед Держу им лед Меняю вот эти вот повязки Даю водичку Поднимаю кровать И какое было Мое удивление Когда Привозят девочку После операции Я тоже к ней подхожу Чтобы ей помочь А она такая Dark princess И я такая Просто Что На что меня знают Но в общем Я очень сильно удивилась Потому что Я не думала Что С таким С течением обстоятельств В одно и то же время В одном и том же месте Мы встретимся В общем Это для меня было удивлением В общем Та-дам Теперь я подрабатываю Медсестрой Я уже прошла через это И я знаю Как это тяжело Врачи шутят Что мне нужно Выдать тоже Форму медсестры Вот Чтобы я тоже так ходила Кстати Если вдруг Я вас испугала Своим видео Показывала Что мне было Очень плохо Где я плакала Прям от боли Хочу вас Обрадовать И успокоить Так не у всех Просто У меня была Сложная операция И мой организм Так перенес Наркоз То есть Не все Блюют Не всех тошнит Не у всех Сильные боли Это все Индивидуально Но мне вот Досталось Больше всего По сути Потому что Мне было Очень плохо И не только В первый день Мне было плохо Дня 4 Это точно Я помню Что на четвертый день Я плакала От боли Но сейчас Я смотрю на девочек Которых только Привезли И Они себя Клево чувствуют Они могут Вставать Я в шоке Сегодня Наверное Самый счастливый день В моей жизни Меня переполняют Эмоции Потому что Сегодня уже Десятый день После моей Операции И Сейчас Я жду врача Чтобы он Посмотрел меня И снял Наконец-то Швы И гипс На самом деле Гипс уже Последние два дня Просто отваливается Кто спрашивал На чем держится гипс Ни на чем То есть даже Не на соплях Потому что Отек спал И вот Смотрите Ладно Меня медсестры Убьют за это Потому что Нельзя так делать И Сегодня Меня должны Выписать Я очень Это надеюсь Потому что Я конечно Уже полюбила Эту больницу Полюбила Здесь Медсестер Персонал Мы здесь Все уже Дружились Но Я очень Хочу домой Потому что Мне нельзя Выходить Из больницы Я здесь Как будто В тюрьме Заключена А сейчас У меня такое Ожидание Перед тем Как я увижу себя Потому что До ринопластики Я чувствовала Себя гусеницей Когда мне сделали Ринопластику Я словно Попала в кокон И сейчас Я вот на Моменте Когда Из гусеницы Я стану бабочкой Потому что Мне снимут Мой кокон Господи Я не верю Что этот день Наконец-то настал Уже Кстати Пришли Новые девочки Я им все Рассказываю Я же уже Опытная Уже прошла Через это все Вот Ухаживаю За девочкой На которой Уже После ринопластики И в принципе Петь у нее Занималась Последние Три дня Блин У нее же Не терпится Поскорее Мы уже Сняли Очень хочется Посмотреть На себя С маленьким Носом Хоть я и Видела На операционном Столе Себя Но я же Видела Себя С губами Мне очень интересно Посмотреть Как будет Видеть Целая картинка С губами С открытыми глазами Поэтому Я уже жду Не доштусь Кстати С хирургом Мы переписываемся Каждый день Он постоянно У меня спрашивает Как я себя чувствую Все ли в порядке Вот Так что Не переживайте После операции Хирург вас не кинет А наоборот Вы будете с ним Очень интересно Поддерживать связь Он очень быстро Отвечает В директе Инстаграма Так что Вот с этим Нет проблем Меня ведут На снятие гипса Это моя подружка Жанна О Видите Привет Привет Мне будут снимать Гипс И швы Хотя он уже И так сам снимается С ума сойти Я себя вообще Не узнаю Я как будто Другой человек Он такой Маленький Мне сказали Что он еще В отеке Очень сильном И что Пипка очень большая Но мне кажется Что он и так Уже очень маленький Он ровный Здесь нет Корбинки Я помню Как Перед операцией В последние минуты Я вот так вот Трогала свой нос Я помню Что здесь была Гигантская горбинка Которая прям Очень хорошо чувствовалась Я помню Пипку свою Большую А сейчас Он совсем другой И Мне кажется Что я вообще На себя не похожа Вот Всего лишь нос А он так сильно Меняет внешность Просто жесть Я в шоке Просто Я в шоке Я уже скинула Фотки Своему молодому человеку Он такой Это не ты Я такая Я знаю Я когда увидела Я такая Я охренела Просто И когда хирург Говорит Он станет еще меньше Он в большом отеке Что Куда меньше Просто Я не понимаю Я уже счастлива Я уже довольна Надеюсь Никто Теперь не будет писать Раньше было лучше И привет А мне уже сняли гипс Я в шоке Просто Это же вообще Это не я Я даже не думала Что так может быть Я еще В шоке Да Это моя подписчица Так что все Девочки Все летим в Ереван Делать себе носики Делать себе зубки Потому что Зубы я планирую тоже делать в Ереване Блин Я все время смотрю на себя Нужно смотреть в камеру А я смотрю за себя Потому что Ну как Не смотреть на себя Очень-очень счастливы Мы самые-самые счастливые люди Потому что Мы знаем Как это Что это Это никто не может понять Да Только тот человек Который через это все проходит На самом деле Реабилитация правда Очень тяжелая Но это Черт возьми Толстает Кремень Ты не то что Счастливее станешь Ты станешь еще добрее Ты еще больше полюбишь Этот мир Ты научишься быть Благодарной Всем и всему просто Я чувствую себя Совсем по-другому Кстати Вообще Вот как будто Я умерла Переродилась В другом теле И я вообще Другой человек Да И ты еще Ягит смесила А ты еще Пластер свой смесила И еще есть отеки А когда пройдут отеки Я не знаю Что будет Я не могу это представить Это все Армен Эдуардович Он реально Бог всех носов Я не знаю Я не могу объяснить Какой нос Можно сделать лучше Главное Что он еще будет Дышать Нам главное Чтобы нос Дышал Сидела Кушала Я уже чувствовала Запахи У меня почти слезы Просто из вас То, что я слышу Запахи Понимаешь То, что я почувствовала Фруктовый чай Этот аромат Понимаешь То, что услышала Этот запах И очень-очень-очень-очень-очень-очень Благодарны Нашему хирургу Армену Эдуардовичу Арутунят Он реально Он самый лучший Он самый лучший Во всем Так все Едем дальше И просто Самый счастливый человек На этой планете Там уже самолет Я всегда так смеюсь С видосов Где Ребята себя снимают Типа Всем привет Это мой первый день в Армении А потом Это мой десятый день в Армении И вот со мной произошло То же самое Потому что Сегодня В русском магазине Я чуть не поздоровалась По-армянски Потому что Уже появилась Какая-то Небольшая привычка И мне нравится Здороваться на армянском Поэтому Вот так вот Кстати говоря Да Я уже в России Прилетела Все хорошо прошло Перелет тоже Прекрасно вообще Принесла Хотя меня Очень сильно Пугали врачи Что может открыться Кровотечение Что может Просто стать плохо Но Со мной все хорошо Я думаю Что это из-за того Что перелет был Всего лишь час Я думаю Что если бы Перелет был дольше Часов 12 То скорее всего У меня были бы Какие-то неприятности По поводу Паспортного контроля Тоже все очень просто Я взяла В больнице Вот такую вот справку Она полностью Она полностью на армянском языке И в двух словах Здесь написано Что я сделала ринопластику В клинике Астхик Она особо роли не сыграла Короче Потому что у меня нос В анфас Не так сильно поменялся В профиль Просто жесть как поменялся Я выписала целый список Вещей Которые мне пригодились После ринопластики И которые вообще Я просто зря свозила Показала Ереван И привезла обратно Поэтому не наступайте На мои грабли И сейчас я вам скажу Что действительно вам пригодится Первое и самое главное Если вы соберетесь Сделать ринопластику Это обязательно возьмите С собой сильное обезболивающее Которое помогает Именно вам Потому что Те обезболивающие Которые они давали мне Вообще не помогали Вот просто Они мне уже и кололи И давали какие-то таблетки Ну Я чувствовала себя Просто отвратительно Вы даже представить себе Не можете Как плохо человек Себя чувствует После ринопластики Следующая обязательная вещь Это бальзам для губ Многие девушки Не придают этому значения Но это самая нужная вещь После ринопластики Потому что Вы дышите ртом И у вас губы Сохнут просто С невероятной скоростью Ваши губы Превращаются Просто в такую корку Вот вместо губ Корка И вам хочется Ее отодрать Вы ее отдираете И потом еще губы Очень сильно болят Поэтому Бальзамом для губ Я пользовалась По несколько раз В час Потому что Губы очень сильно сохли И Это очень неприятное ощущение Также возьмите с собой Пару футболок Потому что Больше вы все равно Носить не будете Я взяла с собой Целый чемодан вещей Я взяла с собой И теплые кофты И Какие-то легенькие футболочки И пижаму Я носила Максимум Три футболки Вот Максимум Потому что Ну Ты в таком состоянии Что ты даже не хочешь Как-то Знаете Наряжаться Переодеваться Ты овощ Вот ты просто Овощ Весь чемодан Который я взяла С одежды Я просто Привезла в Ереван И увезла обратно Они даже Нетронутые Лежат у меня В чемодане Также из одежды Вам понадобятся Еще пижамные штаны Тапочки И носки Это все А ну Про гофрей Я по-моему Уже упоминала Перед ринопластикой И вот именно В день Ринопластики Помойте Свои волосы И сделайте Гофре По всей длине Потому что Помыть волосы Вам можно будет Только Через неделю Это в лучшем случае И то только В салоне красоты Также вам понадобятся Салфетки Очень много салфеток Влажные Сухие Не важно Короче Просто Они вам Будут прям Очень нужны Также ватные палочки И ватно-марливая повязка Потому что Если Вы будете Клево себя чувствовать На следующий день После операции А обычно Так пациентов И выписывают Сегодня К примеру Операция Ночью Пациент Ночует В палате А затем Его выписывают На следующий день И если У вас все клево Не так Как у меня То Вам понадобится Ватно-марливая повязка Потому что Нельзя дышать Холодным воздухом У всех все индивидуально Я не буду вас пугать Что у вас будет Так же Как и у меня Но я просто Хочу сказать Что я Очень тяжело Перенесла реабилитацию Вот прям Очень тяжело Потому что За все То время Которое Будет у них реабилитация И почти у всех Все было супер Это просто Я такая счастливая Если вас интересует Вопрос Буду ли я Еще делать Операции Я не знаю Потому что В первые Несколько дней После операции Я только И думала О том Нахрена Я это сделала Я сейчас сдохну Мне было Очень плохо Вот Прямо Очень плохо Это можно Сравнить С людьми Которые Очень сильно Напиваются Им плохо И они говорят Все Больше никогда Не буду пить Все С алкоголем Покончено Но я не пью Я ни разу в жизни Не пила Я даже не знаю Каково это Напиться Я не верю Что я это говорю Но Если бы сейчас У меня были Какие-то проблемы С носом И я уже знаю Каково это Я бы скорее всего Опять это сделала Потому что Результат того стоит Правда Потому что Сейчас Когда я смотрю В зеркало Я чувствую Такое счастье Как будто Все это время На меня Что-то давило Что-то очень тяжелое Вот знаете Такой просто Гигантский булыжник И вот просто Его взяли Подняли И я Задышала Задышала В полную грудь И это не к тому Что я до этого Не дышала носом Нет С носом Все было в порядке Да У меня не дышала Одна ноздря Но это мне Не мешало жить Вот кстати Про дыхание Сейчас Я дышу В обе ноздри Просто Раньше Я даже не знала Каково это Дышать в обе ноздри И получать нормальную Дозу кислорода А сейчас Я дышу в обе ноздри И когда я Задышала Я была шокирована Что так много воздуха Теперь поступает Ко мне в мозг И кстати Это большой плюс Потому что Теперь у меня Скорее всего Будет поменьше Всяких головных болей Потому что Обычно Когда мало кислорода Поступает К нам В мозг То От этого И берутся Всякие головные боли Какие-то там Болячки Болезни А сейчас Я совсем По-другому дышу И Я сейчас Слышу запахи Гораздо Насыщеннее Чем раньше Сейчас Я Чувствую себя Максимально Комфортно Хотя Всего лишь Двенадцатый день После операции И Нос мой Будет еще Уменьшаться Хотя Я не хочу Чтобы он Уменьшался Потому что Мне уже Все нравится Меня уже Все устраивает Но хирург Сказал Что очень большой Отек Что он Еще будет В течение Года Уменьшаться И только Через год Или полтора Года Я увижу Финальный результат Какой должен быть Мой нос Я никогда Не чувствовала Себя так комфортно В своем теле Единственный Минус Который остался Это мои зубы Это видео Никем не спонсировано Потому что Если бы оно было Хоть кем-нибудь Спонсировано То мне было бы легче Но А так Я везде За все платила Своими деньгами Которые я Сама заработала Сама накопила Вот И так же Я совсем забыла вам Рассказать Самое главное Хотя Я вот в своем списке Я это выделила Прям как Обязательный пункт Потому что Это вам прям Очень пригодится И я рада вам Об этом рассказать Я познакомилась С ребятами Из империи туризма Они работают По всему миру И они Просто решили Огромную Мою головную боль Когда я только Начала заниматься Вопросом О своей поездке В Ереван На ринопластику Я вообще Не понимала Что мне делать Где мне искать Информацию Где искать Хорошие отели Какие рейсы Вообще Самые выгодные Которые мне подойдут Потому что В Армению Летают Другие самолеты То есть Там не Аэрофлот К примеру А там Авиакомпания Армения На которой летала я Кстати Она мне очень понравилась 100 тысяч рублей В отеле На две недели В Ереване В Ереване Где очень дешево Я Я была в шоке Потом я начала смотреть Билеты на самолет Я вижу Что там какой-то Пегас Флай И авиакомпания Армения Я ими никогда не летала И вот был страх У меня такой Страх неизвестности Короче Я сидела с этой головной болью Долго мучилась Искала варианта Ничего не находила И решила написать Империи туризма Потому что У них есть Очень большая команда Которая мониторит Все сайты У них очень большая база И они смотрят Во-первых Где самые бюджетные Отели Гостиницы То есть они у вас Спрашивают На какой бюджет Вы рассчитываете И я сказала Что ну Хотя бы 30 тысяч рублей На отель Потому что 100 тысяч рублей Я не готова Отдавать Потом Мне еще Посоветовали Авиакомпании Тоже нашли Рейсы В общем Они просто Берут Вашу головную боль И решают А вы Просто Спокойно Собираете Чемодан Тем более Список Я вам уже Написала Серьезно Если бы не Империя туризма Я наверное Жила бы В хостеле С восьмью Еще людьми За Три с половиной Тысячи рублей Потому что Это был Самый выгодный Вариант Потому что 100 тысяч рублей На отель Я была Не готова Отдавать Потому что У меня Ринопластика Блин Сотку стоит А еще и сверху Сотку на отель Но это вообще Жесть какая-то Я думаю Что вам Всем очень Интересно Посмотреть На реакцию Моего молодого Человека Как же Он отнесся К моей Новой Внешности Обновленной Потому что Вы вряд ли Заметите разницу Ведь я Всегда на видео С миллионами Слоями контуринга В сторис Я все время Снимала Смазками Которые Уменьшали Мой нос И на фотографиях Всегда был фотошоп Поэтому Вы вряд ли Заметите разницу Но Мой молодой человек Который 24 на 7 Со мной Который Видит меня Без косметики Он был Удивлен Очень сильно И сейчас Я хочу вам Показать фрагменты Того Как он Увидел Мой нос И Там Будет Очень много Мата Я Это Не Приветствую Но Я сначала Думала Запикать Это все А потом Поняла Что мне Придется Пикать Весь Видос Ну покажи Не хочу Тебе покачивать Почему А вдруг Ты скажешь Ты некрасива Да не скажу Рукова Пустой Зеркало Не вижу Ну покажи Давай Не готов Показывай Показывай Страшный Хрюбарь А ну Блин Опусти Нос Ты что Вообще Что ли Ну типа Маленький Тебе не нравится Нравится Не ну На самом деле Стало лучше Конечно Намного Нет Ну все Не надо Ну спасибо Ну стало же лучше Ты бы еще сказал Раньше Было лучше Нет Нет Сейчас охуенно Прекрасно Да не Да классно Блин Ты так это Говорил Не буду показывать Не буду показывать Да потому что Я думала Что типа Сейчас я тебе покажу Ты скажешь Ээээ Ну такое Мне нравится Я почему Так Классный Нос Просто Ты всегда Любишь Такой Типа Я тебе что-то Показываю Классное Вот реально Классный Такой Ну Прикольно Вот так Вот И поэтому Я боялась Что ты сейчас Опять это скажешь И я разревусь И все И такая Я еще Оберю Ааа Блин С девочками Я сидел Я даже не знаю Вообще Я другой Человек Охуеть Бля Не я не думал Что тебе реально Так Придумать Что Толко будешь Привыкать Не знаю Ну замечать я буду Долго Чтобы тебя Блядь Ровный Маленький Нос Не Ну если бы ты не сделала Ничего бы плохого Тоже не было Но ты уже сделала И тут как бы И ты хотела сделать Либо хорошо Либо плохо А получилось охуенно Понимаешь? Да В этом Мне теперь все время Хочется поворачиваться Вот так Бля Ну все Теперь твоя жизнь Никогда не станет Блин Я все время Улыбаюсь Я все время Ну позитивные мысли В голове Я до сих пор Не могу привыкнуть Но к хорошему Быстро привыкаешь Вот еще Сделаю зубы Мне кажется В жизни совсем По-другому Бля Я вам Вот ты сейчас Просто разговариваешь У тебя совсем Рывится Это просто Пиздец Какой-то Другой человек Приехал Ты к нам Даня снарунела Она осталась В Ереване На операционном столе Я же говорю Я как будто Умерла Вот Умерла На операционном столе Родилась В другом теле Потому что Я себя вообще По-другому Ощущаю Как будто Ну это не я Просто Это не ты Это другой человек Это Пиздец И эти серьезные Примеры Это просто Все-таки стоило Не надо Да Это того стоило Черт Вообще Не стоило Ты все еще Не можешь привыкнуть Все еще Вах Ну блин Ванфас Мне кажется Я не поменялась Но в профиль Не Ванфас Ты поменялась Тоже Да Конечно Раньше На тебя Смотришь Даже Ванфас Было видно Горбинку Большую Бип Потому что Он такой Низ Я вахар На самом деле Честно Я думал Что мы реально Могли сделать так Я думал Ну берут горбинку Сделают чуть-чуть меньше Но я думал Что убрать горбинку Сделать чуть-чуть меньше Это вообще Так поменяет Тебя Ты просто говорила Нос Это Ну Красят Все лицо Конечно Блин Я все время Смотрю на себя Ну Невозможно Не смотреть на себя После ринопластики Вы бы Вы бы тоже На себя Смотрели Ой Все Девочки Все едем В Ереван Доброе утро Девочки Я после ринопластики Девочки Нет Ну это реально Блин Немножко Блин Реально Бля Я востоком Бла Я рад Бля Не знаю Как будто За себя Как будто Я сделала ринопластика Знаешь Иногда бывает Такое Что Эмоции Аж переполняют Бля Аж С ног Не хватает Смотри Это вот этот случай Я не знаю Почему Мне это сейчас Просто яхниваю Про себя Че новое Девушка Мне что-то пиздец Какое дело Смотрелось Реально Просто Я не думал Что может Так Все измениться Это просто Что-то Невероятное Кстати Пластырь Мне сказали Снимать Через неделю И Также Мне выписали Уже Новые мази Которыми Нужно Мазаться Нужно Мазать Нос Тут И Внутри Вот Я уже Их купила Мажу Я не плакала Тогда Когда мне Сняли Гипс Потому что Я была Шокирована Просто А сейчас Я Сейчас Я просто Счастлива Это Слезы Счастья Я так Долго К этому Шла Мне казалось Всегда Что-то Что-то Нереальное Особенно После Трех Отказов Хирургов Я Даже Начала Верить В то Что Я Не Выживу Хотя Сейчас Это Случит Смешно Но Когда Хирурги Меня Очень Сильно Напугали Что Я Очень Слабая Что Я Не Выживу После Наркоза Что У меня Плохие Вены Хотя Для Медсестер Из Еревана Мои Вены Очень Хорошие Оказались Все Что Не делается Все К Лучшему Потому Что Давайте Будем Честными Ставра Поле Мне Бо Не Сделали Такой Нос Никогда Ни Один Хирург Который Здесь Есть Он Бо Не Сделал Мне Такой Красивый Нос Это Стоило Того Того Счастья Которое Просто Переполняет Меня Изнутри Я Чувствую Как Я Свечусь Как Я Просто Сияю Я Раскреялась Но Это Счастье Просто Потому Что Эмоции Копились Во Не Очень Долго И Они Должны Были Когда То Выйти Следующая Моя Цель Это Зубы И Я Очень Рада Что Я Не Сделала Зубы Первыми Потому Что Я Лежала В Палате С Девочкой Которая Сделала Сначала Себе Брекеты А Потом Она Сделала Себе Нос И Ей Было Гораздо Хуже Чем Мне Потому Что После Ринопластики Ваше Лицо Очень Сильно Отекает Я Думаю Вы Видели Какой Была Я Меня Словно Покусали Пчелы И Хочу Вам Сказать Что У меня Еще Был Не Самый Страшный Отек Были Девочки У которых Все Было Гораздо Хуже И У вас Очень Сильно Отекает Нижняя Часть Вот Здесь Под Носом У Вас Отекают Губы И У Меня Были Болячки Во Хотя У меня Даже Брекетов Нет Просто Были Большие Болячки Были Синяки Под Губой А Девочка У которой Были Брекеты Ее Брекеты Врезались В Кожу И Она Теперь Не Может Отодрать Губу Потому Что Ей Адски Больно И Я Очень Рада Что Я Сначала Сделала Нос А Теперь Я Поставила Себе Новую Цель И И И Ду К К Я Очень Сильно Переживаю Сейчас У меня Аж Сердечко Забилось Так Быстро В общем Сегодня Ровно Неделя Как Мне Сняли Гипс И Хирург Сказал Что Можно Снимать Пластырь Уже Через Четыре Дня После Дого Как Мне Снимут Гипс Но Я Подождала Еще Пару Дней Потому Что Я Очень Сильно Волнуюсь Мало Ли Там Что Так Все Пластырь Кстати Очень Легко Снимается Вы Готовы? Ау 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 Маленький 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 Я не верю. Я не ожидала, что будет так круто. Просто, я не знаю, у меня слов нет. Хирург говорил, что он сейчас в отёке и станет меньше, но куда меньше. Что ж, я немного отошла от шока, потому что, когда я сняла себе пластырь, я была просто не в состоянии что-либо рассказывать. Просто, реально, такое ощущение, как будто я вылезла из кокона. Непередаваемые ощущения вообще. Сейчас я уже успокоилась и готова ответить на все ваши вопросы, которые вы задавали мне в инстаграме. Кстати, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Сразу прошу прощения за все шумы, просто мои соседи решили сделать ремонт, а я решила записать видео. Поэтому, самый часто задаваемый вопрос как раз таки про стоимость. Ринопластика мне обошлась в Ереване в 856 тысяч драм. На русские деньги это примерно 115 тысяч рублей. В эту стоимость 856 тысяч входят анализы. Как раз таки анализы 56 тысяч драм, а сама ринопластика 800 тысяч драм. Но анализы обязательно сдавать именно в их клинике. Потому что, если вы сдадите, к примеру, в другой клинике анализы и приедете туда на операцию, то вам скажут, все равно пересдавайте анализы. Также, после того, как меня выписали из бесплатной палаты, я была просто не в состоянии идти в отель. Потому что, я думаю, вы видели, какая я была. Я даже на ногах нормально стоять не могла. Я буквально 5 минут прошла и уже все, у меня сильная усталость, ватные ноги. Поэтому я попросилась остаться в платной палате. И она мне обошлась в 15 тысяч драм за сутки. 15 тысяч драм это примерно 2 тысячи российских рублей. Я знаю, что всех очень сильно пугает сама ринопластика, наркоз. Потому что люди начитаются каких-нибудь страшных историй. Я тоже их читала. Я еще и смотрела фильм «Наркоз». Вообще не советую вам его смотреть. Я тоже сначала боялась операции, боялась наркоза. Думала, что я проснусь во время операции. Или мой мозг проснется, а мне будут делать операцию. И я умру от болевого шока. Но это просто какие-то фильмы ужасов. На самом деле, такого не будет. Вы точно не проснетесь во время операции. Наркоз очень хороший. И это странно, но я помню вообще все. Просто до мельчайших подробностей. И сейчас, чтобы успокоить вас, если вы все-таки соберетесь себе делать ринопластику. И тоже очень сильно боитесь самой операции. То, поверьте, операции бояться не нужно вообще. Это не страшно. Это не больно. Вы ничего не почувствуете. Бояться нужно постоперационного периода. Вот это реально жопа просто. Я до сих пор с ужасом вспоминаю. Господи, как мне было плохо. Я никогда не испытывала такой боли физической в своей жизни. Я очень много рвала после ринопластики. Но хочу вас успокоить. Тошнит не всех. Просто мне попала кровь в желудок. А она не переваривается. И, соответственно, она просто выходит. И поэтому я не смогла поесть ни в первый день, ни во второй день. Во второй день я, конечно, не рвала. Но просто было настолько отвратительное состояние, что мне было максимально плохо. Вот прям я, чтобы не чувствовать боль, засыпала. Мне там вкалывали какую-то там обезболивающее, которое мне не помогало. И я просто отрубалась. И, короче, весь второй день я проспала. Поэтому особо даже видео вам не снимала. А сейчас я хочу вам рассказать, как же это было. Именно сама операция. Я уже пыталась рассказать вам эту историю в первый и второй день после операции. Но я плохо разговаривала. И была супер уставшая. Поэтому там особо даже ничего понятно не было. Поэтому я решила рассказать сейчас. В общем, когда меня повезли в операционную, я была спокойна, как слон. Все медсестры мне говорили, типа, успокойся, все хорошо, не переживай. А я такая, ну, я и не переживаю. Я и не боюсь. Вот. Поэтому я там со всеми медсестрами подружилась. Мы уже нашли друг друга инстаграмы. Меня положили на операционный стол. Я вообще не боялась. Единственное, что было мне неприятно, это когда мне вставляли катетер. Я панически боюсь иголок. И у меня фобия. Я ненавижу иголки. В общем, мне вставили катетер. Затем прилепили вот сюда такие кругленькие штучки с проводками. И начали меня привязывать к столу. А затем заходит анестезиолог. У меня был анестезиолог-мужчина. Там есть еще анестезиолог-женщина. Но я влюбилась просто в мужчину, потому что он супер веселый был. И я ему говорю, типа, если я проснусь во время операции, с вас шоколадка. Он такой, хорошо, но если ты не проснешься, то с тебя шоколадка. Короче, я ему должна теперь шоколадку. Затем в катетер мне вставили какую-то штучку. Я не поняла, какую. Но когда мне ее вставили, у меня начал пропадать слух. То есть я все вижу. Я в сознании. Но я не слышу. Я перестала слышать вообще. Я им говорю, типа, я ничего не слышу. Что происходит? Они такие, типа, это нормально, что все хорошо. Вот. Они там со мной разговаривали. Но слух прям вот как будто я под водой. А затем анестезиолог на меня смотрит и такой, типа, ну что, поехали. И такой, типа, достает маску и говорит, подыши. Это воздух. Я ему говорю, это не воздух. Ну, короче, он надевает и все. И я вырубилась просто. Даже секунды не прошло. Я сразу вырубилась. И первое, что я помню сразу после наркоза, это я открываю глаза и вижу, что я в огромной комнате. И там очень-очень-очень много пациентов. То есть вот я лежу сразу, вот здесь еще один человек лежит, еще один. Я лежала между мужчинами. Я это все хорошо помню. И только потом я узнала, что это такая специальная, как палата, типа, после операции восстанавливающая. И я помню, что мне было ужасно холодно. Я вся тряслась. У меня очень сильно стучали зубы. Вот так вот. Я помню, что ко мне подошла медсестра. Я сказала, что мне очень холодно. И она под одеяло мне просунула какой-то обогреватель. Из него прям шел очень-очень теплый воздух. И в этой восстанавливающей палате я прилежала два часа. На самом деле время летит вообще незаметно, потому что ты очень сильно хочешь спать. И только потом меня отвезли уже в мою палату к девочкам. И там я тоже спала и болевала и спала. Пожалуй, самое болючее, что было после операции, это головная боль. Потому что она болела настолько сильно, как будто меня просто взяли головой и об асфальт, об асфальт. Вот так вот просто, потому что я даже дотронуться до головы вот так вот не могла. Потому что мне казалось, как будто у меня там открытая рана. Тебе говорят врачи, что вам нужно гулять, а ты не можешь гулять, потому что адски болит голова. И единственное, что ты хочешь делать, это спать. Ты не хочешь вообще есть, ты ничего не хочешь делать, ты просто спишь. Я пыталась гулять, но моя прогулка, это вот просто по коридору и обратно. Я гуляла всего лишь там минут пять, а потом мне сразу становилось плохо и я дальше спала. Вот такие вот дела. Да. Так что да, если вы соберетесь делать себе ринопластику, то можете просто смело вычеркивать неделю из своей жизни, потому что эта неделя была супер тяжелая. Вот мне как раз таки стало легче на пятый или на шестой день, но вот первые четыре дня это был кошмар. И самое главное в этом деле это найти настоящего профессионала. Как видите, мне повезло, что вот по такому стечению обстоятельств хирурги в Ставрополе мне отказали и я решила ехать в Ереван. И это было самое правильное решение в моей жизни, потому что я безумно довольна результатом. Хоть нос еще будет и уменьшаться, он сейчас в отеке, я уже очень-очень счастлива. Я сейчас смотрю на свою доску желаний и кажется, я должна кое-что сделать. Я не верю, что я это делаю. И это тоже можно уже снять. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok